Так, вот макет комплекса. Надо посчитать, сколько там опыта. Доброе утро всем! Сегодня вы разговариваете не просто с блогером, а с блогером-десятитысячником. Представляете? Это вообще для меня такое эпохальное событие. Год назад я начала примерно вести блог, и, конечно, ни о каких десяти тысячах я не думала, и вообще моя жизнь за год сильно изменилась. И вот сегодня в четыре с чем-то утра я не проспала этот момент. Я даже не знаю, как я проснулась сама по себе и зафиксировала скриншот, где у меня все девятки, и потом десять тысяч, и потом десять-ноль-ноль-один. И, знаете, такая радость, как в детском саду охватывает, как будто бы у меня, знаете, снегурочкой меня выбрали на Новый год. В связи с этим, ну, конечно, я немножко там поменяла свой график. Сейчас я позавтракаю и пойду на море, побуду на море, поснимаю чуть-чуть. Здесь не надо в доме кое-что наладить. Снимаю постепенно обзор квартиры, потому что, знаете, когда приезжаешь, все равно чемодан, то все, все-таки, если уж представлять квартиру, то надо так, как надо. Ну, уже традиционная рубрика, что на завтрак, а на завтрак у меня что? На завтрак у меня овсянка с инжиром. Вы знаете, инжировое варенье до сих пор не сварила. Почему? Потому что съедаю этот инжир как ненормальный. Уже не знаю, сколько мне его надо, не до варки. Все время прихожу, ем, 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 ем. Когда же я наемся, не знаю. Потом вот это у меня гюзлеме, лепешка с сыром, еще раз с сыром, еще раз с базиликом и вкусным-вкусным помидором. Что у меня? А, у меня кофе и половинка зефира без сахара. Это экоботаника, привожу из Москвы, обожаю этот зефир. Он без сахара, он натуральный. И, кстати, знаете, простите за такую интимную подробность, но если у вас есть проблемы с запорами, то вообще это идеальная вещь, никаких ничего не надо. И самое главное, без сахара вообще идеальная штука. Привожу всегда из Москвы с собой пачку, но это по половиночке. И сахара не надо, и в то же время сладенькое есть, с кофе очень даже вкусно. Все, обзор завтра. Но в конце концов, дочь я инженера или нет? Вот смотрите, пять лет проработала у меня Жужа, это робот-пылесос здесь в Болгарии. И приказала долго жить. Муж вот купил аккумулятор. И что, я не поставлю аккумулятор? Конечно, поставлю. Есть женщины в русских селениях. Я все смогу, наверное. Я так думаю. Да, смогу, смотрите. Все у меня есть. Так. Вот, сейчас закручу здесь шурупчики. Знаете, вот эти вот механические помощники, электрические, механические, электронные, это такая классная вещь. Вообще, дорогие мои женщины, если у вас есть возможность как-либо облегчить свой физический домашний труд, я вам очень рекомендую это делать. Потратьте это время лучше на себя. Сделайте еще одну масочку себе дополнительную или еще что-то такое. Помимо прочего, что у вас свободное время освободится, вы еще каждый раз будете думать, какая я молодец. Как здорово, что я могу просто пойти погулять или почитать книжку, или пообщаться с подружкой, или просто мужу внимания уделить, а в это время у меня будет чистый пол, чистая посуда. Слушайте, наверное, эти штуки надо было внутрь заделать. Что-то я неправильно сделала. Вот. Так что, у меня вообще все. Я, конечно, фанат, я понимаю, что у меня до болезненности уже. Я фанат всякой бытовой техники. Просто, вы не представляете, чего у меня только нету, и чего я еще себе только не куплю, пока еще не знаю, что я куплю. Но обязательно. У меня и мойщик окон в Москве, потому что я живу на 14 этаже, и у меня две большие 6-метровые лоджии, и еще 6 окон получается. Их помыть это прям вообще. Но особенно на 14 этаже, знаете, особо не разбежишься. Мои, страшно. Вот. А окна я люблю чистые. Плюс они там, этот мойщик еще моет всякие там стеклянные поверхности. Вот. Поэтому у меня и мойщик прекрасно справляется. Может быть, чуть-чуть похуже, чем я сама руками. 9 из 10, я бы так сказала. Вы знаете, все равно 10-ит. Я сама буду два дня, мол, это, как сказать, мучиться, работать. Вот. А здесь поставил, только, знаешь, переставляя эту жужу, чтобы она спокойно мыла там тебе окна. Так же и здесь. Вот я сейчас заряжу робота, и он будет у меня по часам ездить и пылесосить здесь пол. А пол здесь у меня кафельный во всей квартире. И знаете, мелкий песок с пляжа. Хочешь, не хочешь, все равно приносишь. Он как-то отовсюду высыпается. И каждый день, вот он ездит каждый день, и каждый день полный контейнер набирает мусор. Вот. Я молодец, я дочь инженера, я справилась. Так, сейчас посмотрим, работает. О, работает. Видите? Отлично. Поставлю на зарядку и пусть ездит. Да ты моя хороша. Ездит такой, убирается. Ну, давай, 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 лишь бы не я, лишь бы не я. Давай, убирайся. Убирай, убирай квартиру, убирай. Вот иду сегодня на пляж с намерением просто искупаться и вернуться. Потому что вчера я основательно прижарилась, особенно с одной стороны. Мне так побаливает все и красная кожа. Поэтому решила, что сегодня основное купание и пребывание на море перенесу на вечер. Сейчас утром просто искупаюсь, поплаваю в волнах, переоденусь, пойду домой. Дома полно дел. Еще мне надо будет решить вопрос с обменом денег. Раньше, знаете, когда карты принимались, вообще не было вопросов. А сейчас вот приходится думать, как поменять деньги. Сейчас уже конец сезона, в комплексе закрыт обменник. Но мы тут друг с другом все общаемся. И девочка, которая занимается арендой жилья, согласилась мне там хотя бы 100 евро поменять, чтобы у меня были деньги. 100 евро это примерно, не примерно, а 196 левов. Я приехала, честно сказать, сюда со 100 левами, оставшимися у меня с прошлого года. И потратилось у меня до сих пор, вчера я там обнаружила, что у меня потрачено, осталось 40 левов. 60 я потратила. Из них 35 я отдала за интернет, за месяц. И так что вот довольно экономно я живу, потому что продукты у меня есть, и мне еще хватает. Но все равно мне хочется сходить в Лидл в магазин, купить что-то еще, чтобы у меня было. Но отсутствие банковских карт все-таки это благо с точки зрения экономии. Да, вчера мы же еще ходили в ресторанчик с моей подружкой. И тоже там я съела куриный супчик, и мы заказали большую порцию картошки с брынзой. Картошка была не совсем так, как мне нравится. Мне все-таки нравится, знаете, как на домашней сковородочке, но тонкими слайсами. А это была просто обычная фри с брынзой. Но все равно было достаточно вкусно. Вот болгары молодцы, они везде свою брынзу везде-везде засовывают. И это мне нравится. Нарядилась в платье с инжирами. И пойдем сейчас с моими подружками немножко пройдемся и пойдем здесь в отеле. Открыли новый бар, пойдем посидим, посмотрим, что дают. Выпьем чаю, кофе или что-то еще. А чем еще красивым женщинам вечером заниматься? Вот так в ресторанчике сидеть, картошечку фри посидать. А то вдруг фигура у нас испортится. Мы а то сплавали, все смылили эту фигуру. Даже вина чуть не возьмем. Вина не хочется, а вот картошка фри в собой раз, да, Ириш? Говори, хотя не вообще есть не хочу. Прям это такое вкусное. Ну а что делать? А что делать? Надо с брынзой с болгарской где-то ее потом. Приятного аппетита, моя дорогая. Убрала, убрала камеру. А вот она и жареная картошка сираная. То, что мы любим. А это что? А это пелешка суп. Пелешка означает куриный. А говяжий означает тележку. А еще есть говежду, это когда совсем уже больше трех лет говядины говежду. Вот такой вот обычный куриный супчик. Пелешка супа. Супа, кстати, в болгарском женского рода. Ну опять ветер, и я пытаюсь снимать так, чтобы вам было хоть что-то слышно. сегодня волны сильнее, ветер сильнее, при этом желтый флаг, то есть купание разрешено с осторожностью. Вот, видите, опасное течение ушло. Люди с удовольствием купаются, вода теплющая. Я сейчас тоже наплаваю, нахватаюсь соленой воды в уши, в рот везде и пойду домой опять, потому что сейчас решила вот так. немножко покажу цены. зонты два шезлонга в день 25 лево стоит. Это примерно, ну, если на 30 умножать чуть больше, 750 рублей, можно взять отдельно шезлонг, отдельно зонт. вот такие вот цены. честно сказать, при таком хорошем пляже что-то покупать шезлонги. Раньше мы покупали, у нас, как у собственников, были абонементы, сейчас тоже они есть, но так надоели уже эти цивилизационные штуки, что хочется просто лежать на песке. А это водное развлечение. Я в этом не очень соображаю, поэтому вот смотрите, оценивайте сами. Вот этот вот человек на трубе стоит 150 лево и 4,5 тысячи на 30 минут. Очень зрелищно, мне всегда очень нравится всякие водные дела. Бананы, вот бананы я знаю популярны, стоят 20 лев с человека, это 700 рублей, примерно 650. ну и всякие вот такие вот практически вываливаются люди вот с таких штуковин. 20 лев тоже стоит, практически все 20 лев за полчаса. Вот такие развлечения все доступны. А это на VIP-зону, это вот зонтики такие из соломы сделанные, они подороже, 35 лев зон 2 шезлонга, шатер стоит 55 лев матрас, ну шезлонга в день стоит 10 и стол стоит 15 15 да, хотела сказать, что по-болгарски стул это стол, а стол это масса. везде на пляже построены такие конструкции летнего душа. Когда у нас жара в Подмосковье наступает, я так жалею, что у меня прямо на улице не стоит такой душ, хотя у меня есть летний и обычный душ, но мне прямо хочется вот так, шел прямо раз и дальше. Вот такое классное пиво, холодненькое, прозрачное, сладкое, вкусное. я хоть и не любитель пива, но в жару на балкончике с подружкой очень даже. И стоит оно всего один лев, 30-й там рублей примерно, 35 максимум. Немецкое, очень-очень хорошее, приятного нам аппетита. Сейчас здесь, находясь в Болгарии, показывая вам немножко о своем отдыхе, о своей квартире, я получаю много вопросов. А что, а как, а почему, а как так случилось, что вдруг появилась квартира, сама, не сама, кто как помог. Я решила пройтись немного по комплексу, чтобы вы увидели вообще весь масштаб бедствия и принятия решений, которые мне удалось, ну, скажем так, достаточно легко, но непросто. Я сейчас объясню, почему и покажу все. Значит, ситуация, кстати, вот хотела увидеть, увидела березы. Все время говорят, что скучаем по русским березам многие люди. Не скучаете ли вы по русским березам? Вот если я заскучаю по русской березе, я подойду вот здесь, постою, послушаю шум березы и будет все нормально. Ну, ладно, без отклонений. Значит, все в нашей жизни решается, наверное, с помощью каких-то людей. особенно по моему мнению важную роль играют для нас не наши друзья, а наши такие, знаете, недоброжелатели. Ну, или какие-то недоброжелательные события. Я так издалека начала, но в итоге, как я считаю, что вот наши друзья любят нас просто так, за то, что мы такие, какие мы есть. то наши враги дают нам такой, знаете, импульс к развитию, к поиску новых решений, к каким-то нестандартным решениям. Вот. Так же случилось со мной в этой жизни задолго до того, как появилась квартира в Болгарии. У меня был очень крайне неудачный первый брак. Когда-нибудь мы об этом можем поговорить, если захотите. И вот так получилось, что в 97-м году я оказалась в Москве и очень богатой женщиной. Мне было 22 года, и мое богатство состояло из трехлетнего сына. И все. Родители вначале не поддерживали мое желание переехать в Москву. Но я упорно хотела устроить себе хорошую жизнь, сыну хорошую жизнь. И понимала, что в Москве на тот момент это было больше возможностей для этого. Ну и вот так вот. Благодаря тому, что мой первый муж оказался не очень хорошим человеком, и благодаря тому, что я приняла вот тогда первое решение, я оказалась сейчас в свои 47 лет там, где я оказалась. Вот здесь я оказалась сегодня. И вы понимаете, кто прошел примерно такой же путь, или не прошел его, и сейчас жалеет. Я хочу сказать только одно. Верьте своему сердцу. Всегда доверяйте своей интуиции. Это то, что вас приведет в ту точку, где вы должны быть. Такое лирическое отступление у меня было. Ну, давайте продолжим. По поводу Болгарии. Вот так вот складывались обстоятельства, они были достаточно долгими. говорю, если хотите, напишите мне, я расскажу вам поподробнее или устроим стрим, поподробнее историю моей жизни. Вот сейчас о другом. Путем разных-разных событий однажды я оказалась незапланирована в санатории в одном вместе с мамой. И вот, понимаете, санаторий был на несколько тысяч человек. И вдруг меня сажают за один столб с двумя женщинами в тысячном санатории. Я сажусь за этот столб, смотрю на женщину напротив и, знаете, вот сказать, что я влюбилась будет неправильно, да, ну, как я женщина могу влюбиться в женщину. Но я поняла, что это вообще мой человек, понимаете, вот настолько это сразу стало понятно. Потом в течение отдыха мы начали друг друг узнавать. Выяснилось, что мы живем на соседних улицах в Москве, да, то есть это был санаторий в Рязанской области и там были из всех областей. Но вот мы оказалось здесь живем вместе на метро ВДНХ, ну, буквально там в одном районе, не на соседних улицах, но в одном районе. Потом оказалось, что ее зовут моим любимым именем Ирина и это крайне вообще элегантная женщина. Была настолько теплой и душевной, что казалось, таких вообще не бывает людей. Вот у нее не было никакого снобизма москвичей, как вот говорят там, да, москвичи все снобы. Я знаю теперь много москвичей, хочу сказать, настоящие москвичи никогда не бывают снобами, а приезжие недавно оперившиеся бывают, встречала. Ну, разные бывают, как и все в нашей жизни. Ну, так вот, послушав Ирину, поближе узнав ее, я в какой-то момент поняла, что вообще хочу следовать ее примеру. Вот знаете, вот есть такой маяк в жизни. И вот моим маяком я выбрала Иру. Мне все хотелось, она немножко постарше меня, поэтому я понимала, что у меня есть вот этот люфт жизненный, который я могу пройти, повторяя ее шаги и оказаться через какое-то время в той точке, в какой она находится. То есть буквально просто повторяя шаги. Я вот хочу сказать всем, если вы видите человека доброжелательного, который открытый и делится с вами тем, что у него есть, повторяйте и у вас все будет то же самое. В первую очередь я, конечно же, имею, знаете, нематериальные блага и прочее, прочее, а я имею в виду душевную полноту, доброту и вообще вот, понимаете, состояние тела, души. вот короче, влюбленная в свою Иру, она наверняка будет смотреть этот выпуск краснеть и говорить нет-нет, ну что ты, да, Ира, ты такая, ты именно такая, как я говорю. Ну и в одном из разговоров Ира начала, Ира рассказала о том, что она купила квартиру в Болгарии, квартира, она спасалась в этом, как раз в Болгарии от вот этих очень большие были в десятом году эти пожары у нас и здесь она спасалась буквально от Гарьи московской. Ну и прекрасно проводила время. Начала рассказывать про этот комплекс она, и я, знаете, загорелась. Ну, представьте, ну, кто я, девочка из провинции, которая там, какая там, не знаю, какая там Болгария за границей или еще что-то, дай бог в Турцию в три звезды съездить. Нет, к тому миру, к тому моменту я уже много стран посетила и училась там за границей и все, но все равно, знаете, иметь свою квартиру там в Болгарии, ну, дачу как-то так даже, мне было, знаете, как-то немножко страшновато. Мне казалось, что я не способна на это, мне нужна какая-то, не знаю, поддержка, помощь или еще что-то такое. А Ира говорит, нет, ты можешь. И вот она дала мне вот эту веру в себя. Прошло какое-то время, и вдруг мне Ира говорит, я свою квартиру продаю в Болгарии и покупаю там же, в этом же комплексе, в новом корпусе квартиру побольше. А не хотела ли бы ты вот сейчас вступить и купить и купить мою студию. Студия это квартира совмещенная я зашла в тупик, это здесь виллы, совмещенная с кухней, кухня и комната вместе. В очень красивом месте все. И цена была какая-то такая, знаете, но более-менее доступная. Тем более Ира, я понимала, что мне, знаете, никто не кинет, не бросит, не попаду я на деньги и все. Тоже, это же страшно, да, какая Болгария, как это все. Я так немножко, как-то, знаете, закусила в дела, думала, где же мне взять денег, где же мне взять денег, как всегда, их нет в нужный момент. Посовещалась я со своим будущим на тот момент мужем. Он мне говорит, слушай, ну, ты вот так не горячись, ты съездит, да, посмотри, что за студия, там, может быть, на картинке одно, знаете, а в живьем другое. Ну, посмотри другие квартиры, может, тебе там понравится, раз Ира там покупала, она тебе поможет купить и другую, может быть, квартиру. И мы как-то на то мы порешили, и лето только наступило, мы с Ир собрали чемоданы, а я хочу сказать, что я много где отдыхала вместе с Ирой, и я обожаю с ней отдыхать. Это такой комфорт вообще, это когда нет, знаете, такой внутренней конкуренции, кто во что одет, кто там, никто никого никуда не тянет, у нас абсолютно свободный режим, мы можем в разное время вставать, не вставать, договариваться, потом передоговариваться, можно передумать запросто, без всяких последствий, знаете, вот этих бабских интриг нету абсолютно, это проверено уже многолетними путешествиями, поэтому, ничтожно сомневшись, мы собрали чемоданы и поехали смотреть Болгарию. Приехала в Болгарию, я увидела вот все, что вы видите сейчас вы, и я вдруг поняла, что мне нужна квартира здесь, вот прям позарез нужна квартира, и я ее хочу, но, как сказать, денег у меня не было, помощи не было, а Ире нужно было срочно тоже вносить депозит за другую квартиру, расплачиваться за большую квартиру, я думаю, ну, как-то как-нибудь сложится и я куплю, но, наверное, не сейчас, я буду копеить и будет у меня потом, попозже квартира, а Иру я не имею права морального держать обещаниями, потому что у меня на самом деле на тот момент не было возможности купить. Ну, на том и порешили, решили прекрасно отдохнуть, сейчас я вам покажу ту квартиру, про которую шла речь. Вот такой вид открывается с лужайки прежней квартиры, которая потенциально могла бы быть моей, а вот она сама квартира, видите, она вот на всю длину здания, ну, до подъезда, вот эта квартира, сейчас я так смело сюда иду, потому что эта квартира, в этой квартире теперь хозяйка, наша подружка, Даша, поэтому нет никаких проблем, чтобы зайти и посмотреть. Вот, ой, у меня сейчас нет ключей, я не взяла, но можно сходить и взять ключи. Вот, с таким вот видом, с такой лужайкой, ну, замечательная квартирка, но я понимала, я в тот момент еще сильно заболела, целый год я была на больничном, и я понимала, что мне никак не потянуть. У меня такой характер, я не могу рассчитывать ни на чью помощь, кроме своей собственной. Я всегда рассчитываю на то, что я имею, ну, и на ту перспективу, которая мне светит, поэтому не попадаю ни в какие истории, не попадала, когда мне нечем платить по своим счетам. Ну, и в тот момент, короче, так я, знаете, с сожалением, но ушла квартира, на что мне и рассказала, не волнуйся, твое от тебя никуда не уйдет, найдем тебе другую квартиру. Приехали сюда, отдыхали, я договорилась с менеджером, она мне показала несколько квартир, и квартиры эти были со спальней, уже не студия, а спальня, и вторая гостевая комната с кухней. Я смотрела эти квартиры одну за одной, одну за одной, и все больше расстраивалась. Почему? Потому что цена этих квартир была гораздо выше, чем я могла себе позволить. То есть, эти квартиры стоили там 63-65 тысяч евро. Надо сказать, что евро на тот момент стоило 35 рублей, когда я покупала. Но для меня опять все равно было, ну, разум преобладал над чувствами. Я понимала, что я лучше куплю квартиру в Подмосковье, буду ее целый год сдавать, и потом на свободные, ну, на вырученные деньги могу приехать в любой Green Life на любое количество времени и отдыхать здесь. Но у меня любого не было, я же работала, и я могла себе там две недели позволить, потому что уже две недели точно я могла приехать и отдыхать. Вот такие у меня были мысли. Я, честно сказать, распрощалась с желанием купить квартиру. Ну, так как-то, знаете, меня это с сожалением, но пришлось сказать до свидания, дорогая. Не будет у тебя квартир в Болгарии. Не мечтай. Ну, не будет и не будет. Ладно, уже осень пришла, сижу я себе дома, вернее, уже даже лежу в постели, вдруг мне приходит смс-ка. Срочно перезвони. Пишет мне Эмилия, менеджер этого комплекса, с которой я тут познакомилась, подружилась, и которая мне давала ценные советы. Я, значит, ей пишу тут же по электронной почте. Эмилия, что случилось? Она говорит, мы сдаем новые корпуса, и вот на нулевом этапе продаем квартиру. Значит, однокомнатная вот эта студия стоила 28,5 тысяч евро, а квартира со спальней стоила 43,3 тысячи евро. Я сначала, конечно же, захотела за 28. Квартира без балкона, на каком-то там третьем этаже, студия, но лишь бы была моей. А что мне моя подруга Ира сказала? Даже не вздумай. Никакой однокомнатной тебе не надо. Тебе нужна как минимум со спальней, потому что вот ты приедешь, один человек отдыхает в спальне, тебе надо приготовить поесть. Ты вышла спокойненько, села и готовишь есть. Или там тебе не хочется спать вечером, а ты хочешь посидеть, телевизор посмотреть. Другой человек хочет спать, он должен пойти и лечь спать в спальню. И как-то, знаете, такое у меня разумное повествование очень вдохновило. Я думаю, ну да, в конце концов, она, как мне сказала Ира, типа, потом деньги появятся, а у тебя уже не будет возможности что-то поменять. ты потом будешь жалеть. И вот эта, кстати, фраза мне потом еще во многих-многих вопросах выручала. То есть, да, на самом деле, потом появятся деньги, а у тебя уже все, что есть, то есть, ты как бы пошел на компромисс, и у тебя нет другой возможности поменять. потому что, ну что, жалко же, уже есть свое, понятное дело. Вот. Я так вдохновилась, думаю, но все равно страшно. Квартиры еще нет, вот такое вот поле чистое, вот посмотрите, вот так вот, типа, вот так вот будет строиться. Вот здесь будет ваша квартира, но как-то, да, не верится. Причем, это было в ноябрь, а квартиру мне сказали сдадут в мае. Думаю, как это вообще возможно? Вот, вот, вот отсюда до суда. Но это же, ну, невеально, это же невозможно так. Вот. Ира мне говорит, все, возможно, иди. Иди. Ну, в эту сделку. Сказать легко, иди. А деньги-то где взять? Денег нету. Поддержки нет, потому что, ну, родители не могут мне, не могли мне материально помочь. Муж, на тот момент, еще не муж, вообще не верил во все эти ситуации. У него есть, конечно, причины. Он пережил бакинские события в подростковом возрасте. И, конечно, у него свое отношение к недвижимости, к покупкам, ко всему этому. Я это очень хорошо понимаю, поэтому у меня нет никаких претензий в этом вопросе. Вот. Ну, в итоге, типа, хочешь, ищи деньги, я тебе во всем другом помогу. Я грустная, прихожу утром на работу, и опа, сидит представитель сетибанка, нашего банка зарплатного, и говорит мне, ну, не мне, она проводит лекцию о том, что есть возможность взять кредит в сетибанки, под 8% годовых, рублевый, а мне платить в евро. Я понимаю, что там 41,5 тысячи евро на 38 рублей, но даже на 40, это, ну, примерно где-то 162 миллион, 620. И я понимаю, что это не такие уж большие деньги, с учетом того, сколько здесь стоит аренда, потому что я знала, что здесь без всяких проблем я могу свою квартиру сдавать каждый сезон, что, собственно, я и делаю. Ну, и согласитесь, там, не такие уж это получились большие деньги. Естественно, я прям беру этот кредит и мы начинаем делать сюда переводы. И в этот момент в стране случаются события, когда начинает резко расти курс евро. То есть, первые рубли мы переводили даже, по-моему, по 34 рубля, а последние уже там по 39 рублей. Покупали евро и переводили. Муж переводился. И получается, что я-то заплатила за квартиру все. Взяла кредит в рублях, заплатила в евро, а отдавать мне в России все равно в рублях. И наступил вот этот момент, когда мне сразу проиндексировали зарплату из-за того, что курс роста доллара и евро мне проиндексировали зарплату чуть ли, по-моему, не на 12, то ли 15 процентов. То есть, вообще, все мои, значит, проценты по этому сразу окупались. И я спокойненько думаю, ну, надо же, даже потом мой супруг сказал, что это была сделка века и вообще самая такая штука. Вот таким образом я пришла к мысли купить квартиру. да, квартира была сдана. Сдана почти вовремя. Она сдана была не в мае, а в июне. Я это очень хорошо запомнила, потому что уже в июне у меня приезжали первые гости, квартиры, которые платили, как и сейчас, там цена практически не поменялась, там 55 или 60 евро в день стоит аренда квартиры. У меня был фуллбукинг, но еще не было квартиры. Ну, квартиру построили. Квартира, кстати, здесь дается сразу с ремонтом, с кондиционером, с обогревателем, ну, в смысле, бойлером для воды, с мебелью. Завтра вот я сделаю рум-тур, вы посмотрите, я вам покажу всю мебель, которая там есть. Пока это все строилось, нам давали варианты мебели, меблировки, то есть мы могли так, так, так построить квартиру, ну, что-то там обустроить себе. И все, вот такая вот у нас произошла история с этой квартирой. Квартиру мне сдали, мы опять приехали с Ирой сюда, и у нас была, знаете, одна мысль, быстро-быстро обустроить эту квартиру и переночевать хотя бы одну ночь, первую ночь. В квартире мы приехали в июне, и здесь носились как угорелые во всем магазинам, брали машину, потому что надо было все купить за эти дни, и отдохнуть хотелось, и нам надо было купить там ложки, вилки, поварешки, постельное белье, полотенце, ну, все, что нужно в доме, шторы, карнизы, все это, ну, кто понимает, тут понимает, на двухкомнатной квартире это не так легко сделать, это затратно, поэтому мы ездили где-то там, покупали мебель там на балкон, потом ее сдавали, потом покупали, искали где подешевле, где подороже, где магазины дольше работают, целое приключение было, но в итоге мы обустроили квартиру, в эту квартиру вселились мои гости, радостно в ней пожили, у меня, кстати, волшебная спальня, хочу вам сказать, уже там несколько человек, после пребывания в моей спальне, в моей квартире, на моей кровати, родили детей долгожданных, все говорят мне, слушай, тебе надо открывать филиал репродуктивного центра, правда, какое-то волшебство, вот сколько, уже, наверное, сейчас четверых, я точно знаю, но, может быть, и больше детей родилось в моей квартире, после того, как люди пожили у меня в спальне, вот, так что, если вдруг вы захотите, такая вот смешная история произошла, а вдруг вы в это верите, и тогда вам тоже это может помочь, потом приехали мои родители, пожили тоже здесь, им так понравилось, еще мама говорит, что папа, рано-рано утром вставал на овощу на сранье пташка, а тут, говорит, чуть ли не в 7 утра встану, и говорит, его нет, и он здесь ходит, круги нарезает, нарезает, я сейчас с вами все разговариваю, время по одной части комплекса хожу, в другой даже не ходила, еще, вот, и папа круги нарезает, нарезает, приходит и говорит, ну, неужели это все купила наша дочь, неужели это все в нашей семье, и что мы можем сюда запросто приезжать, тогда были немножко другие времена, мы 2 часа, и были здесь, ну, 3 часа, иной раз даже у нас был случай, мы из Болгарии прилетели, а мама из дачи, из Сергеев Посады, не успела еще даже доехать, так было все запросто, я надеюсь, что лучшие времена вернутся, и мы будем жить в уютном мире, вот, вот такая вот история, завтра я сделаю рум-тур по своей небольшой квартире, вы не думайте, что там у меня, знаете, дворец, нет, я вообще человек скромный, я живу посредством своим, бренды, лейблы, и прочее, прочее, это вообще не мое, мне надо удобство, комфорт, но я не готова за это переплачивать, и готова, ну, стул и стул на нем сидят, вот это стол, за ним едят, нужны тарелки, вилки, ложки, и ничего больше, вот, ну, я вам все покажу, вы посмотрите, пока можете мне писать какие-то вопросы, чтобы я, например, что-то получше осветила, или побольше рассказала, я думаю, что по итогам вот этих двух обзоров самого комплекса, ну, вот этих несколько дней, получается, я уже там три дня вам уже рассказывала, еще сегодня, еще завтра я вам покажу рум-тур, и потом наверняка у вас появятся вопросы, давайте проведем стрим, я буду рада, если вы придете на стрим, и в прямом эфире будете мне задавать какие-то вопросы, на которые я вам с радостью, откровенно, честно отвечу, и того, значит, подводя итоги, квартира у меня двухкомнатная, стоила она 41,5 тысячи евро, по курсу 30, там, ну, будем считать, даже по 40 рублей, 35-38, там такие были цены, с мебелью, с техникой бытовой, телевизор, холодильник, все это входило в стоимость кондиционера, как я уже сказала, и набор мебели, поэтому, вот такие здесь были цены, сейчас здесь все подорожало, и сам курс евро подорожал, но многие, я смотрю, сейчас нет объявлений, а вот в прошлом году было очень много объявлений, продаю, 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 здесь были раньше в основном русские, сейчас очень много болгар, англичан, много в нашем комплексе, ой, нет, вот я хочу вот так вам показать, это один из моих любимых скверов, дети носятся, а детям что, дети всегда дети, им самокаты, они понеслись, вот, поэтому, все вроде я вам рассказала, все вроде показала по комплексу, более или менее, про таксу обслуживания, про электроэнергию, и прочее, прочее, давайте я расскажу завтра, когда буду внутри квартиры, и буду вам рассказывать, а сейчас все на сегодня, пока-пока, я рада, что вы были со мной сейчас, выслушали мы эту длинную исповедь, и надеюсь на встречу завтра, на встречу, пока-пока,